Владимир Степанович, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Владимир Степанович, вот буквально завтра Беларусь встретит 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И в этот день, наверное, самое главное – это сказать спасибо тем людям, которые нам эту победу и принесли. Вот говорят же, что в Беларуси нет практически ни одной семьи, которой бы та война не коснулась. Понятное дело, что за столько лет многие ветераны уже, к сожалению, ушли из жизни. Но вот сегодня, скажите, сколько их среди жителей Гомельской области? Да, действительно. Много участников Великой Отечественной войны проживают и у нас в Гомельской области. 2146 ветеранов. Из них 196 – это участники войны. Это люди, которые непосредственно воевали на фронте. Остальные – это блокадники, минеры, разменеры, которые восстанавливали народных аэстов на фронте именно. Но все они относятся к категории ветеранов Великой Отечественной войны. И мы должны делать все, чтобы они оставались подольше и подольше с нами. Владимир Степанович, а что для этого сегодня делается? Ну, наша задача, как ветеранских организаций и республики, и областных, и районных, и городских, чтобы создать какие-то оптимальные реальные условия для оставшихся ветеранов, чтобы они не чувствовали себя заброшенными людьми. У республики существует целая система помощи таким людям, которая в государственном масштабе утверждена. Это задействованы и министерства, которые существуют в республике, это областные комитеты, это отделы по социальному обеспечению граждан, ну и, естественно, советы ветеранов. Человек, который нуждается, ему кажется, помощь ветеранам указами президента, производится обследование жизни этого ветерана, что он имеет, кто рядом с ним живет, какие у него потребности, и выделяются определенные суммы, чтобы ему чем-то оказать помощь. Кроме того, есть указы правительства, разованные в основном к юбилейным датам, им выделяется материальная помощь. К счастью, надо сказать, что у нас практически все ветераны, у них еще есть какие-то родственники, они под надзором, но есть и такие, которые одиноки. Для этого выделяются социальные работники, которые где-то два раза в неделю по мере необходимости, а то и каждый день бывают ветераны, чтобы узнать о его потребностях и оказать какую-то помощь. Владимир Степанович, как Вы планируете, как Ваша организация планирует поздравить ветеранов с Днем Победы и вообще удастся ли уделить внимание буквально каждому из них? У нас 25 районных и городских ветеранских организаций, где каждый ветеран на учете. И каждого ветерана заведена карточка, как говорится, и день рождения его, и все события в его жизни, и праздники там записаны. Каждая ветеранская организация, помимо того, что власти его поздравляют открыткой, также направляют ему открыточку, и если нужны цветочки, если юбилей, то они подъедут к нему домой, вручат и открытку, и цветы, чтобы человек знал, что о нем помнят, и обязательно приглашает его на торжественные все мероприятия, которые проводятся порайонно. Владимир Степанович, в завершении нашей беседы, конечно, не могу не поинтересоваться Вашим мнением, вот о проекте, который, в принципе, довольно громко заявил о себе в Беларуси, он называется «Здесь живет ветеран», и вот завершить его планировалось как раз к 9 мая. Вот хотелось узнать, удалось ли все, что было задумано, и как вы лично оцениваете значимость такой работы? Этот проект, конечно, своевременный, он необходим, особенно в эти юбилейные годы, завершение войны, что, учитывая, что ветеранов становится все меньше и меньше, и каждый гражданин, особенно молодое поколение обязаны и должны знать, где же живет ветеран, который обеспечил ему такую свободную жизнь. Поэтому это мероприятие, которое проводится в рамках республики, здесь в Соснома занимается БРСМ, Фон Мира и ветеранские организации, которые работают на местах, потому что ветераны там на учете, а они уже эту работу практически завершили. И мы думаем так, что именно 9 мая уже такого не должно быть, чтобы кто-то был не отмечен. Владимир Степанович, огромное вам спасибо, что нашли для нас время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам, спасибо вашей группе, что навестили нас в этот праздничный день. Я хотел бы, учитывая ваше присутствие, пожелать всем нашим ветеранам здоровья, бодрости, крепкого духа, вот такой же инициативы, такого задора, как они сегодня имеют, и чтобы мы с ними еще долго-долго общались. Но в этот праздничный день здоровьем их семьям, внукам, правнукам и всем родным.